всем добрый вечер сегодня у нас эфир про жасминовые материалы сейчас немножко дождем пока соберутся люди и кто-нибудь скажет не видно ли меня и слышно ли меня я вот время традиционно налью себе чай кто пришел скажите меня видно слышно что я только второй раз виду эфир с наушниками судя по сердечкам bonsoir merci beaucoup это почти это я еще не исчерпала свое знание французского языка но да я я я поняла что видно слышно да привет алмате отлично жасминовый материал напомню что я альфакторный художник и работаю в жанре натуральной парфюмерии это означает что я вам рассказываю только про материалы натурального происхождения то есть мы не говорим про любые синтетические душистые молекулы запахом жасмина даже если они посоздают жасмин лучше чем натуральные экстракты и так далее мы говорим про слышно не очень громко слушайте другим опа попробуйте наушники попробуйте сделать громче я могу какие-нибудь кнопочки понажимать но не уверена что моя громкость будет лучше возвращаемся к жасмином так я расскажу про натуральный материал и перед этим могу еще сделать маленький такой экскурс в историю не в историю в характер скорее скажем так жасминовых материалов вообще жасмин штука загадочная и жена сказать что жители средней полосы подмосковья главное слышать ноты пишут да главное слышать ноты и забыть про них и как по это самое не париться жители средней полосы конечно же поджасмином чаще всего подразумевает чубушник что неверно потому что чубушник это не тот жасмин который парфюмерный с другой стороны он на сказать пахнет ну не то чтобы похоже но похоже окей но вообще не идентично то есть мы можем себе составить некоторые довольно отдаленное представление о том как пахнет парфюмерный жасмин нюхать чубушник но она будет довольно неточным и реальность внесет непоправимые коррективы в это если вы столкнетесь парфюмерными материалами с духами или просто с живым цветущим жасмином который естественно вы можете встретить в повсюду примерно в средиземном море в греции в италии цветет и тогда я немножко скажу чуть дальше про ботанику но чуть дальше значит это жасмин относится к такому большому семейству наркотических белых цветов наркотических я естественно беру метафорическом смысле тем не менее вполне легитимно и очень часто это делают описывает аромат многих белых цветов в том числе жасмина как как бы интоксикейтинг да такой одуряющий 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 по-русски хорошее слово дело в том что действительно он довольно густой вызывает много эмоциональных реакций ну и просто он конечно невероятно безумно красивый но по крайней мере для тех кто любят вообще такие бело цветочные ароматы еще у нас дело цветочных ароматов как взбегая вперед мы можем включить в них туберозу гордыню разного рода апельсиновый цвет разные экстракты при этом не роли еще потянет хоть как-то куда-то на белый цветочный аромат абсолютно же нет но про не роли я сделала следующий эфир я уже решила что следующий будет про не роли потому что сейчас не роли такая совсем прям моя тема чем еще интересен жасмин тем что он может принимать участие в огромном количестве составления разных цветочных букетов составных например вот мы с максом у которой есть прекрасный антаграм с центр 3 подписывайтесь он правда классный обсуждали недавно ландыши и в общем если человек делает ландыши любой художник который пользуется натуральными или натуральными и синтетические материалами жасмин прямо в них просится при этом надо сказать что ландыши в своем таком натуральном виде средствами например натуральной парфюмерии не ну не собрать вот почему ну во первых потому что ландыши нет не абсолютно не эфирного масла никакого нибудь другой страх если вы замочите ландыши там в чем-нибудь чем угодно еще не получится такой вот довольно замечательный странный цветок то же самое происходит как вы наверное знаете с липой сиренью с липой сиренью правда происходит еще хуже потому что и у липы и у сирени есть саду экстракты но они не пахнут не либо не сирене не пахнут примерно вот таким сушеным силосом ну то есть вот если вы возьмете липовый цвет хорошо его высушите заварите в чай то вот саду алипы будет в лучшем случае пахнуть вот вот так липовым чаем за такие деньги за которые они продают в общем это ну совершенно не несправедливая сделка и ландыш лучше всего как ну как бы да какой у нас эталон всех ландышей диорисима я думаю вот диорисима прекрасный пример ландыша из синтетических душистых веществ и конечно в нем тоже есть жасминовые ноты у меня тоже когда-то был такой весенний ландышевый аромат для которого я использовал два вида жасмина но тут конечно нужно понимать что когда мы имеем дело с натуральным ароматом носим у ландыша большую часть работы производят еще и наше сознание и это такая игра в которую играют два человека да парфюмер и тот кто носит то есть парфюмер говорит смотри вот я себе выстраиваю такую визуальную картинку такую картинку названием и легендой а ты ну подыграй мне да попробуй это попробуй это увидеть на самом деле ничего плохого мне кажется в этом нет я так немножко отдалилась от жасминовых материалов ну и что все равно я хочу это сказать ничего плохого нет вообще в эти в этой такой да игре я бы не сказала даже что эта игра в поддавки это просто игра на ней строится любое искусство так когда на театральной сцене идет снег и все думают ой снег когда есть иногда бывает такое мгновение чудо когда вы верите что это снег не говоря уже о том что как когда красотку кто-то зарезал на сцене и она еще где-то 30 минут поет арию как жалко что ее жизнь окончена и потом она умирает и тоже все плачут сопереживая этому то есть да любое искусство эта игра парфюмерия тоже в я думаю что она такой же и поэтому дело парфюмера постараться сделать со своей страны так хорошо как только можно но и делу зритель тоже внести маленькую маленький аванс веры чтобы чудо могло произойти и тогда могут ланджи расцветить даже из натуральных ингредиентов а вообще на сказать что наша пред предрасположенность к тому что мы хотим почувствовать наше эмоциональное состояние и то что то что мы знаем вносит огромный вклад в то что мы чувствуем то есть в то как обрабатывается сенсорный поток информации который мы получаем нюхая духи нюхая я не знаю что угодно утечку газа за окном нюхая какой-то новый материал это это вещь от которой нельзя отворачиваться обоняние правда так работает чуть подробнее я буду про это рассказывать на своем курсе про нейрофизиологию он будет 20 25 ноября по он так что я еще много раз про это скажу но тем не менее знаете что будет такой мини курс про то как работает обоняние и переходим наконец к жасминовым материалам есть как всегда несколько разных ботанических видов жасмина и несколько разных видов парфюмерных материалов которые можно найти самый распространенный парфюмерный натуральный ароматический экстрад это абсолют абсолют жасмина вещь хорошая достаточно дорогая но не такая дорогая какую-то то есть жасминовый абсолют у нас ну вот 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 эта бутылочка стоит нам порядка 9 900 евро то есть килограмм стоит 8 9000 ну вот сильно дороже хотя и жасмин но не сказать что это не вергамот который можно купить за 5 евро пол литра конечно нет абсолют самый распространенный что есть еще еще есть у нас целый экстракт достаточно распространенная вещь и по крайней мере в американских европейских магазинах его можно купить вполне спокойно в чем засада с целый экстрактами ну не только целый экстрактами жасмина в том что они довольно разные все то есть если мы покупаем абсолют жасмин самбака из там откуда да из индии он обычно индийск из индии мы примерно понимаем что мы получим можем крошечные колебания в разные стороны отметить но вместе с тем абсолютно довольно стабилен что будет в co2 вообще не угадаешь то есть один раз я получила совершенно волшебный материал целого жасмина по-моему был роберт этовский абсолютно ярчайшей нотой таких антоновских яблок в первом в первом в первом носу что называется это было даже немножко похоже на такие кетон воцетоновые пары то есть он просто вырывался из бутылки и окутывал вас таким мощным яблочным облаком перед тем как начинался собственный жасмин это была совершенно волшебная вещь но она закончилась и больше ее нигде нет и купить ее больше невозможно это абсолютный траур потому что мне он страшно нравился но вот эта жизнь то есть такого яблочного сада я больше не встречала я с тех пор каждый раз когда я вижу два жасмина я его каждый раз покупаю потому что я все думаю может быть может быть может быть что-нибудь похожее будет и да иногда бывает иногда бывает за два жасмина много фруктовых нот вначале но вот этого зелено яблочного залпа я не встречала больше ни разу этого волшебства видимо она неповторим почему его черт возьми не делают и не производит я совершенно уверена что абсолютно все бы артизанальные люди его раскупили ну ну окей нет и нет есть еще один вид вид экстрактов жасминовых который совсем редкий и еще более дорогой это рухи это эфирное масло жасмина которое произведено по традиционной индийской технологии где купить сейчас я не знаю то есть раньше можно было купить на white lotus а нет сегодня когда я каталась к эфиру я нашла на американском сайте не помню название белый шалфей белый лотос не очень они блещут разнообразим эти названия но нашла я руки вроде бы они даже настоящие единственное что они как мы любим разведены в кокосовом масле то есть вместо того чтобы получить неразведенный продукт чтобы сделать духи на спиртовой основе они продают кокосовое масло то есть ничего ничего больше кроме как намазать на себя с этим рухом к сожалению не сделаешь поэтому я расстраивалась все закрыл и даже не стал запоминать название но вот рухи сильно дороже чем абсолют звучат выше чище на мой взгляд красивее но это вот абсолютно экзотический материал то есть если обычно вы видите в каком из магазине там стопроцентное эфирное масло жасмина знаете что ну либо хозяин магазина совсем неграмотный либо вам продают подделку потому что вы у жасмина ну как бы нет эфирного масла не получают получают только традиционный рух перегонка медных колбах огонь вода медные трубы глина вот это вот все очень мало в основном для внутреннего потребления в северной индии но в основном знаете что жасмин для натуральной парфюмерии это абсолют теперь про некоторые ботанические виды и про то как собственно это пахнет ботанические виды в основном в основном но совсем в основном их два это жасмин грандифлорум больше цветковый и жасмин самбак жасмин самбак немножко менее распространенный на сейчас уже появившиеся довольно много где это жасмин аурикуляту есть есть и такой жасмин его меньше у него менее такой конвенциональный красивый запах хотя мне ужасно нравится но вот он есть иногда редко вы можете найти еще какие-нибудь странные экзотические виды жасмина если особенно где-нибудь поройтесь жасмин официналис жасмин официналис это в общем считайте что это жасмин грандифлорум какой-то еще жасмин флексайл по моему я встречала вот вот что я встречала но это совсем таки минорные маленькие ветви в основном вот два самбак и грандифлорум в чем между ними разница грандифлорум звучит чуть ниже и чуть чуть боль более похоже на то что называется вот вот эти вот бело цветочный парфюмерные жасминовые наркотический дурман вот это жасмин грандифлорум он вот такой жасмин собак начинается чуть выше и у него чуть больше разнообразия то есть мы можем видеть ужас не на собака есть много фруктовых но причем иногда он довольно странно начинается с таким оттенком даже вот как это описать как бывает знаете иногда в винах из рислинга оттенок бензоколонки вот первый когда мы берем такой вот иногда уже сми на собак бывает что-то совсем похожее но это можно видеть только если вы нюхаете неразведенный абсолют чего в общем делать не нужно и в духах этого вы никогда не найдете что еще есть у обоих этих видов медовые оттенки конечно есть есть оттенки причем они разные не бывают такого цитрусового темного меда с горчинкой бывает почти мед акации тоже в зависимости от разведения абсолюта и в зависимости от того какой все-таки вам попался и да и кстати сказать опять же из разных стран иногда даже одинаковый ботанический вид жасмина может вам выдать разные абсолютно то есть египетский и краски да они будут разными индийский будет более животный краски будет более такой а французин вот поприличнее будет никто там не будет вам махать таким пушистым хвостом за что жасмин ненавидят за ну я думаю за животные и такие фекальные ноты если кто-то хочет если кто-то не знаком с парфюмерными материалами но например знаком со всякой нишевой парфюмерии у монодиорио есть роскошный совершенно жасминовый аромат не нуар черная ночь но там не пули свистят там действительно вот весь весь животный жасмин он во всей своей красе проявляется вот знатоки могли бы сказать что да в этом виноватым долг ну да в этом виноватым долг ну что просто знаете что жасмин такой бывает жасмин аурикулятум еще более животные то есть в нем вообще просто помимо фекальных оттенков которые при разведении дают очень красивый цветочный аромат в нем еще есть что-то такое ну знаете как шкура меховая шкура большого животного очень теплый очень пушистый и даже с мускусными оттенками правда что скажем сразу честно что может быть не очень приятно что в нем есть даже немножко нафталиновые оттенки это тоже с жасминами иногда случается пугаться этого не нужно ну то есть либо вы не любите натуральный жасмин и тогда пользуйтесь синтетическими душествия молекулами и будет будет жасмин такой прозрачный отфотошопленный немножечко отфильтрованный я жасмин люблю ужасно вообще это один одна из моих любимых но я люблю все белые цветы но ужас не он вот просто обычно парфюмеры говорят что они без розы не могут я не могу без жасмина жить у меня он есть почти везде то есть скорее скорее нужно нужно представить себе долго искать до моей коллекции где нету этого самого жасмина вот он есть 150 дней до лета который одеколон но и в одеколоне я считаю должно быть немного жасмин потому что ну как иначе в моем любимом petals and ashes есть есть жасмин есть не роли чтобы создать именно вот такую дрожащую иллюзию трепещущую иллюзию белых цветов которые сейчас 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 осыпется конечно конечно нужен жасмин без них никак есть жасмин даже в не цветочных в шайниамберге жасмин потому что опять же жасмин создает превосходную сердечную ноту даже если мы его не используем как цветы он будет оттенять например медовые оттенки амбры например фруктовые оттенки имбиря пожалуйста то есть он будет играть как красивая красивая скрипка в вашем оркестре в чем еще в ревенч есть мой жасмин там он принимает участие в создании ноты лилий вот и таких тоже белых опасных цветов но они они становятся опасные поскольку они находятся в окружении кожи в окружении дубового мха и тут уже как бы фрейм задается такой очень эмоционально заряженный скажем так где еще он есть эмоционально заряжен конечно в залп порт там есть сам бак причем там есть сам и и сам бак и гранди флорум и сам бак там в двух видах там в том числе есть co2 экстракт который вот с фруктами 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 потому что в золотворстом первый залп состоит из горькой полыни из горького миндаля и чтобы не было ну как совсем корько чтобы связать опять же фруктовую ноту фруктовый оттенок полыни и фруктовый оттенок ниже лежащих роз вот сам бак co2 работает совершенно совершенно идеально из очень странных вещей где сам бак можно и как не только сам бак на гранди флорум можно не разобрать они есть в городе мертвых королей где опять же в городе мертвых королей много тропических цветов и жасмин там тоже есть и в таком же странном окружении они в моем аромате казак молодой где ну ну как по какой молодой казак без жасмин это же в чем-то в чем-то это романтический аромат хотя там много полыни много кожи но жасмин там должен быть как я считаю и он там есть жасмин сам бак у меня есть вымиралт green где опять же он создает хороший красивый переход между дубовым мхом и красным деревом в азии и полынью вначале вообще жасмин с полынью безумно красиво я никак не могу отойти от этого сочетания уже десять лет мне она по-прежнему нравится и я как бы примериваюсь а вдруг мне что что-нибудь еще все-таки сделаю вдруг я что-то еще не сказала на эту тему вот на самом деле почти ну как голубым по европам но тем не менее я вам рассказала про жасминовые материалы надеюсь надеюсь кое-что прояснилось кое-что было полезно то есть резюмируя если вы нашли эфирное масло жасмина не верьте вот просто не верьте если это какой-нибудь индийский магазин где его продают за 10 евро миллилитров тоже не верьте потому что он стоит полтинник не меньше если его продают где-то в россии то в лучшем случае это просто абсолют жасминов причем неведомо какого потому что у рукав есть три вида рух моти рух чамили и рух и рух третий рух забыла в общем из градифлорума аурикулятума и самбак его гонят индийское название для 3 я забыла но к сожалению это не очень актуальная информация потому что как я сказала это ужасно редкий товар то два жасмина кстати иногда вот еще что могу вам сказать полезно иногда даже с ним у вас будет полутвердый иногда будет очень плохо растворяться в спирте попробуйте немножко погреть как всегда рецепт никакого другого к сожалению нет и даже это не гарантирует потому что иногда некоторые производители co2 заботятся о том чтобы продукт растворялся в спирте а некоторые нет и вот ура время для вопросов луч света спрашивает а таржа с мином вопрос хороший но я не понимаю в чем он ну да а таржа с мином есть как и все а тары использовать их просто как ингредиент можно но мне кажется что это немножечко такое забивание гвоздей микроскопом с другой стороны если вы составляете какую-нибудь смесь в индийской арабском стиле особенно что-нибудь на основе масла ну почему бы нет вот а так я я не вижу просто зачем смотрите а там с жасмином штука дорогая пахнет превосходно они бывают где их купить смотрите я не могу отвечать на вопросы где купить потому что я не знаю я не знаю где где вы живете я не знаю на каком языке вы любите читать доставляют ли к вам и так далее потому что ну как бы ищите что я могу сказать по моему какие-то такие дешевенькие отара были даже на liberty natural они были как бы так сказать чтобы не обидеть liberty natural в общем если вы купите хороший сандал и жасмин в абсолют и самих смешаете в конце в пропорции типа 5 к 1 до 5 к одному я думаю будет ничем не хуже то есть но либо вы по-серьезному заморачиваете сделайте решетки где купить настоящие низкие материалы либо ну либо не заморачивайтесь просто хотите без них это вообще не что-то что должно быть в палитре каждого это приключение это вещь которая как такая находка квест да так есть ли еще вопросы помимо где купить думаю не сделать ли мне маленький курс про материалы то ну правда вопросов где купить все равно там не смогу я на них ответить но тем не менее значит налью себе чаю подожду еще вопросов и кстати посмотрю не пропустил ли я чего-нибудь если у вас какой-нибудь любимый любимый аромат жасмином например сейчас мне сам пак вкусняшка хорошо ну что я смотрю что вопросов нет это прекрасно следующий эфир будет я думаю про материалы из цветов горького апельсина цитрус бегоради про не роли флёрт оранж процит уж и наверное просто про сами не буду рассказывать то мне тоже вот понравилось но я думаю что про материалы не раньше чем декабре будет надо надо как-то все немножко структурировать спасибо вам за то что были со мной этим вечером запись будет в instagram tv и до следующих встреч так